На борт лайнера набирали самых красивых стюардесс. Когда стюардесса симпатичная, вы отвлекаетесь, на нее смотрите, она вам что-то наливает, и вы довольны, как таракан. Зачинатель добрых традиций. Эта маленькая птичка, она внесла немалый вклад в развитие дружеских, культурных связей между странами. Самый народный самолет. За всю историю эксплуатации он перевез полмиллиарда пассажиров. Это была рабочая лошадь. Все маршруты до двух тысяч, но они выполнялись. Рабочая лошадь с крыльями, стиляга советского неба, дерзкий, тушка, свисток – все это неофициальные названия легендарного ТО-134. Ровно 60 лет назад, 29 июля 1963 года, он совершил свой дебютный полет, а заодно и переворот в отечественном самолетостроении. Своим первым появлением ТО-134 обязан Никите Хрущеву. Во время одной из поездок во Францию в начале 60-х генсека прокатили на новеньком лайнере «Каравелла». Ему понравилось, и он поручил академику Андрею Туполеву сделать такой же советский. Принципиально новый самолет с двигателями в хвостовой части. Это было не только ответственное поручение, но и крупный заказ, от которого зависели зарплаты и премии работников конструкторского бюро, а также не из этих заводов. В общем, не думайте так просто, получить заказ на самолет. Это очень большие деньги. Миллионы это. За заказ главные конструктора дрались. И как? Мы проигрывали иногда, например, когда шел выбор между нашим ТО-14-м послевоенным и Илюшинским Ил-28-й машиной. Ну, 28-я оказалась лучше, ее приняли в огромном количестве на вооружение. 6,5 тысяч машин. Дед был Андрей Николаевич Туполев в ярости. Он готов был всех поубивать, от кого это зависело. Ну, проиграли. Мы крайне редко проигрывали. Первым делом самолеты и благополучия сотрудников для себя лично ничего. Такие правила жизни были у деда. Так называли в КБ Андрея Туполева. Скромный костюм ученый мирового масштаба за наш Валдадыр, вспоминает его внук и тезка. Он носил костюм до тех пор, пока он не начинал просто рассыпаться на нем. То есть эта сторона дела, она абсолютно его, по-моему, не интересала. Он никогда не оставлял семьи летчиков, которые погибли при испытании его техники. До сих пор рядом с могилой отца и бабушки существует могила пилота, который погиб в 1934 году. И до сих пор на нас лежит обязанность. Через поколение сказали, вот за этим надо следить. В 1937-м Андрея Туполева посадили по ложному обвинению. За решеткой конструктор провел около четырех лет. Дед на эту тему не говорил никогда. Ни он, ни отец. Отец в 90-х вначале ходил и знакомился с делом, пришел в ужасе, просил не задавать ему никаких вопросов. Он, по-моему, переживал там, может, месяц. И, по-моему, он даже жалел, что он это увидел. Потому что там были совершенно чудовищные доносы самых близких, самых знакомых, ну, всех. То есть он говорит, это просто кошмар. В тюрьме будущий академик и его коллеги продолжали работать, проектировать самолеты. А эти люди были фанаты своего дела. Фанаты по-настоящему. Они спали и видели все эти работы. Даже когда их посадили по 1937 году, ну, некоторые говорили, наконец, спокойно можно будет поработать. Никто не будет дергать. Да, да, да. Даже так. Уникальные кадры хроники. Сборка опытного экземпляра Ту-134. Небольшой компактный лайнер, 37 метров в длину, рассчитанный на 76 пассажиров. Такая вот летающая хрущевка. В 1967-м лайнер встал на пассажирские линии. Нам удалось построить и провести испытания самолета Ту-134. Наш коллектив вложил в эту работу много любви, много знания. В кабинете Андрея Туполева лучшие конструкторы страны. Благодаря их слаженной работе самолет получился настолько удачным, дешевле «Боинг», а по некоторым параметрам даже лучше. Да, достаточно надежная такая неприхотливая машина, которая садилась, так скажем, если не на грунтовые, то, скажем, на, так скажем, ограниченные поверхности. За 25 лет с середины 60-х по конец 80-х произвели в разных модификациях 852 таких самолета. Это довольно много для гражданской авиации. Модель эксплуатировалась в 14 странах, включая СССР. Когда его видишь, когда он взлетает в небе, эту маленькую птицу, стальную, как я называю, у меня такая есть фраза, самолетов не надо бояться и не надо восхищаться. Когда стальная птица парит в облаках, и столько людей приложили и любовь, и усилия, и знания, и труд, чтобы эта птица сияла в воздухе и доставляла пассажиров в любое направление, на котором оно использовалось. В 60-е годы рекламный плакат, сделанный с фотографией Татьяны Виноградовой, висел в каждом аэропорту Советского Союза. Работа стюардессы девушка начала за год до первого полета Ту-134, почти четверть века в небе. Она объездила, точнее, облетела полмира. У нас было с Japan Airlines, с японскими авиалиниями. У нас были совместные полеты. Пять бортпроводников японцев и пять нас, понимаете? Это настолько нас и радовало, и роднило, что когда этот проезд заканчивался, в слезах. Мы были друзьями истинными. Традиции сервиса, заложенные на новаторском Ту-134, распространились на все гражданские рейсы. Татьяна Виноградова вспоминает, каким было обслуживание пассажиров на взлете ее карьеры. Ассортименту бортового меню позавидовали бы хорошие бары. Начинал обслуживание с апельсива, напитки крепкие, вина наши известные, прохладительные соки и так далее. В общем-то, так сказать, ассортимент. Затем более ассортимент был увеличен. И начали виски использоваться, и брензи. Холодные закуски и горячие блюда подавались на подносах в стеклянной посуде. Точно, как на этих фотографиях. И это не только на международных, но и на внутренних маршрутах. На закуску у нас была икра черная, и красная, и салями, и, в общем, из колбасных. Хорошие ветчины из мясных изделий. Мясная была закуска, и рыбная. И рыба красная, и Китай. Чего там только не было. Сплошные деликатесы. Он связывал между собой многочисленные города Союза и закрывал львиную долю потребностей советской гражданской авиации. Время крылатого рекордсмена закончилось, когда на смену приборам со стрелочками пришли компьютеры. Сейчас немножко другие технологии, немножко другое время. Приборы более современные и так далее. Перешли на систему компьютеризации и так далее. Но нас вполне устраивает. И этот корабль никогда с этими приборами нам не приносил никаких неудобств. Тем более связанные с безопасностью полета. 21 мая 2019 года. Ту-134 выполняет свой последний полет с пассажирами на борту. За штурвалом этого корабля командир экипажа Алексей Корниенко провел тысячи летных часов. Этот самолет летит туда, его не застрашно. Он эксплуатируется от температуры плюс 45 до температуры минус 50 градусов. И снег, и дождь, и любые неблагоприятные климатические условия на этот самолет не действуют. На этом историческом рейсе «Мирный Новосибирск» экипаж, вопреки современным правилам ни капли спиртного на борту, угощает пассажиров шампанским. Я вообще не знала, что это будет такая красота, это такое событие. И шампанским угостили, и такие соседи у меня прекрасные. Тут такой кипиш, мне очень нравится. Для стюардессы Натальи Ту-134 стал судьбоносным. На этом самом борту она познакомилась с мужем. Было 12 лет назад, он тогда был вторым пилотом, я бортпроводником. И так мы и так идем по жизни вместе у нас, ну и ребятишек уже. Для экипажа последнего рейса, как для пассажиров и еще миллионов людей в странах бывшего Советского Союза, Ту-134 не просто старый знакомый, тушка, дерзкий или свисток, но еще и кусочек юности и детства. Субтитры создавал DimaTorzok